приветствую вас дорогие друзья на очередном видео по microsoft fly simulator 2020 и в этом видео по многочисленным заявкам после вчерашнего стрима я хочу рассказать о простом и в принципе доступном способе хэдтрекера без покупки дополнительного дорогостоящего оборудования типа тоби айтракера там и трек аэра и всего остального вам понадобятся две программы одна из них платная одна бесплатная платная программа ее стоимость 10 долларов и сейчас я про это все расскажу а выглядит и функционирует этот трекер вот таким вот образом то есть мы сейчас загружены на взлетно-посадочной полосе борисполе самолете airbus a320 microsoft fly simulator вот и управляем нашим обзором в кабине камерой с помощью трекера мы можем смотреть на overhead можем присматриваться конкретным панелям каким-то кнопкам дополнительно опускать взгляд можем выглядывать выглядывать вперед можем смотреть в бок также сюда точно так же это работает на внешнем виде я это использую для того чтобы как бы делать визуальный осмотр самолета с помощью камеры дрона то есть мы как будто бы идем мы вращаем головой лево-право вот можете вот так вот идти и осматривать вращая головой осматривать ваш самолет это новое ощущение конечно от симулятора и это не стоит таких денег как стоят готовые решения смысле программно-аппаратные тип от обе айтракера то есть вращаем головой осматриваем присматриваемся можно везде в каждую щелочку теперь удобно заглянуть работающий двигатель конечно не рекомендую заглядывать она мы можем потому что это симулятор также еще можно использовать эти виды когда вы находитесь пассажирском салоне вид из иллюминатора сейчас я продемонстрирую вы также можете управлять трекером выглядывать заглядывать то есть различные принимать позиции во время полета и наблюдать за разными видами также с этой стороны на двигатель то есть раньше мы видели просто двигатель теперь мы можем вот так вот заглянуть сюда и увидеть немножечко больше давайте вернемся в кабину и расскажу как это все запустить и настроить сразу хочу сказать что при низкой освещенности программа работать нормально не будет должно быть нормальное освещение в комнате вчера на стриме когда был вечерний стрим и чем больше темнело тем движение трекера становились более такими рваными и они не аккуратными пропала плавность то есть поэтому освещение это очень важно и так давайте посмотрим на программы которые нам понадобятся это первая программа это смуз трек называется смуз трек есть он для google play и для апп-стора телефон не должен обладать никакими особыми функциями и возможностями это должна быть нормальная фронтальная камера то есть вы заходите с телефона пишите в поиске смуз трек google play или в апп-сторе и покупаете этот смуз трек я рекомендую именно покупать наверняка есть какие-то бесплатные решения я не рекламирую этого разработчика я просто предлагаю поддержать его потому что действительно с коробки все работает очень хорошо и качественно 10 долларов для трекера не такие большие деньги на самом деле поэтому рекомендую поддержать их и тем более вы будете постоянно получать все свежие обновления этот проект он находится в процессе разработки то есть он будет только улучшаться и совершенствоваться со временем поэтому не пожалейте 10 баксов приобретите хороший софт которым вы будете пользоваться достаточно долго и это не только в авиасимуляторах это применимый к и тске там и прочим другим симулятором также сама в веб-сторе заходим через свой айфончик в веб-стор почему-то не заходит в магазин до заходим вот и здесь его тоже в веб-сторе можно приобрести за те же 10 долларов вот такой у него интерфейс когда вы его устанавливаете вам особо ничего настраивать здесь не нужно по умолчанию у вас будет стоять здесь порт 42 42 это у видеть и порт который транслирует из но на ваш компьютер данные ваше тело движение да и есть такие вот настройки это приближение то есть дальше ближе выше ниже вы будете в кабине например да когда вы включите то есть этими крутилками можно будет настроить изначальный центр которым будет находиться ваша голова то есть левее правее глубина то есть ближе дальше и по вертикали вверх-вниз вот сервер айпи это важно это данные которые вам необходимо подвести это на это именно ip адрес вашего компьютера порт может быть или 42 42 или 44 44 обычно но оставляйте по умолчанию тот который у вас есть для того чтобы айпи адрес вашего компьютера найти мы пишем открывать нажимаем windows r открывается программа выполнения команд мы не пишем cmd cmd командную строку открываем и нажимаем enter открывается командная строка и здесь мы пишем айпи конфиг айпи конфиг открывается айпи конфиг и здесь мы ищем вот такую фразу называется айпи в 4 адрес смотри 192 168 1 12 сюда мы его пишем и все и оставляем телефон ставим прямо перед собой то есть опираем его как-то там на монитор или чем-то к чему-то прикрепляем то есть должен стоять прямо перед вами ваша голова должна быть центре вот это вот окошечко центру этой картинки должна находиться вот следующая программа которая нам понадобится эта программа ссылки будут все в описании будут также файлы на моем google диске можно будет сразу оттуда скачать программа называется open track 2.13 2.3 . 12 open track вы его или с моего google диска можете скачать или заходите на github здесь страница разработчика и качаете его например отсюда нажимаете нажимаете download zip и у вас качается весь архив с этой программы последний релиз вот именно версия 2.3 . 12 качать вот отсюда потому что здесь есть открытый код есть просто в разные различные файлы для компилятора а вам нужно именно windows видите с этап с этап экзе open track нажимаете качаете и устанавливаете когда вы ее устанавливаете интерфейс этой программы будет выглядеть вот таким вот образом что здесь необходимо поменять в источнике данных мы пишем youtube over network и и в выходном интерфейсе пишем free track но выбираем точнее выбираем free track 2.0 оставляем здесь я ничего не менял здесь осталось аксела это я не знаю что это за варианты сглаживания ничего здесь не менял и что я еще добавил это я добавил включение-отключение удобное по кнопке а я назначил горячую клавишу скобочку эту обратно на запустить и остановить я сейчас покажу как она работает симуляторе и так получается мы ставим перед собой наш смартфон фронтальная камера направляем его на себя запускаем эту программу то есть нажимаем старт она у нас запускается имеют такой вид мы здесь видим себя написано сендинг трекин дата ту вашей пи адрес и порт который у вас работает люди пи так и когда мы заходим симулятор я щас покажу сначала этой программе нажимаем нашу клавишу горячую или нажимаем просто сюда на запустить то у нас пошли данные вот через youtube и порт пошли от программы smooth track видим что тут есть всякие значения и вот это вот превьюшка видно как она двигается как она работает да вот если мы нажимаем эту кнопку горячую клавишу опять который мы запрограммировали трекер опять выключается то есть потоковые данные через телефон они продолжают поступать на вашей депи порт но трекер сам в семье работать не будет потому что мы его отключили как только мы его включаем нажимаем горячую клавишу закрыт программируем у нас опять работает опять нажимаем у нас опять вид сбрасывается на стандартный на обзор мышкой это удобно использовать когда когда например нам не нужно вот этого движения головой да то есть смотрите например мы хотим fm сишку запрограммировать но немножко неудобно не хватает угла тут и можно косоглазие получить с такими так шею выкручивать как я сейчас выкручиваю поэтому в таких ситуациях когда нам например надо просто статичный вид на mcd нам нужно и запрограммировать мы отключаем трекер просто вводим данные тут программируем что-то потом возвращаемся на наш опять вид на первого лица пилота и здесь опять подключаем трекер например во время взлета во время полета руления опять используем его взлетели мы допустим не нужно нам сейчас трекер хотим и там свернуться полазить это там браузере там или еще что-нибудь сделать посмотреть там какие-то чарты что-то такое отключаем его и пожалуйста у нас остается опять статичный вид стандартный то есть все наши пресеты видов которые были запрограммированы ранее 7 и обзор соответственно правой кнопкой мыши как обычно то есть одно другого не отменяется только опять понадобился трекер мы простым нажатием одной клавиши его возвращаем обратно к жизни очень полезная интересная штука я считаю 10 долларов цена вполне оправданная за такой качественный продукт который расширяет границы этого симулятора добавляет абсолютно новые ощущения возможности советую вам всем попробовать вот напоминаю что ссылочки на все вот эти файлы будут на моем google диске ссылка будет в шапке канала вот ну давайте взлетим попробуем как это работает воздухе как видите все отлично работает мы можем очень удобно переносить наш взгляд на overhead удобно управлять всеми органами управления то есть там где требуется нам приблизиться не нужно накрутить неистово колесико мыши чтобы там настроить давление или еще что-нибудь мы просто приближаемся к монитору фокусируемся на той точке головой которая нас интересует и и очень удобно все настраиваем в общем ребята пробуйте скачивайте напишите в комментариях как вам ваше мнение по поводу трекера интересно не интересно снимать ли такие видео еще по поводу различных обзоров программно-аппаратных средств для симуляторов то есть не напоминаю что вы можете использовать эту программу не только для мфс 2020 также для explain а для и т.с. 2 там american truck симулятор любого сима где у вас есть кабина какая-нибудь в которой можно вертеть голову симулятор автобусов там фарм симулятор там чё хотите вообще но на этом все всем спасибо за внимание подписывайтесь на канал чтобы ничего не пропустить всем пока